Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программу о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арефьева. Смотрите сегодня выпуски. Вика Арефьева. На Яндекс.Картах. Об этом и не только в ближайшие минуты. Путешествия во времени – это то, о чем хотя бы раз в жизни мечтал каждый из нас. К сожалению, пока рассекать пространство и время могут лишь герои фильмов и книг. А для нас, обычных людей, единственный способ заглянуть в прошлое – это видео или фото. Однако не все исторические документы дошли до нас в хорошем состоянии. А так бы хотелось увидеть Эйнштейна или Томаса Эдисона своими глазами такими, какими они были на самом деле. Группа американских ученых разработала технологию, которая позволяет по старым фотографиям воссоздавать более естественные и реалистичные портреты. Программа не просто ретуширует фото, а проецирует его в современное пространство с более широким разрешением. Эффект такой, будто сам Эйнштейн переместился в наш век на фотосессию. Благодаря искусственному интеллекту можно не только осовременивать исторические снимки, но и создавать вот такие видео, где можно отследить, как менялся человек с самого детства. Совместный проект Google и ученых университетов Вашингтона и Беркли так и назвали «Фотографическое путешествие во времени». Ученых и деятелей искусства отправят в круиз на первой в мире ядерной яхте. Международный проект «Земля-300» будет работать над решением глобальных экологических проблем. И не где-нибудь, а на борту гигантской 13-этажной экологичной яхты. Длина судна 300 метров. Его оснастят атомной установкой, которая будет обеспечивать яхту экологически чистой энергии, не создавая никаких вредных выбросов. На борту соберут лучшие умы со всего мира. Ученые займутся исследованием мирового океана. В их арсенале будут не только современные лаборатории, но и небольшой флот подводных лодок, а также вертолеты. Наш мир сегодня подвержен серьезным изменениям – физическим, экономическим, социальным. Мы с вами являемся свидетелями ключевого момента в истории человечества, когда люди столкнулись с величайшей проблемой – глобальное изменение климата, от которого мы не можем изолироваться. Но есть хорошая новость – мы способны разработать инновационные решения этой проблемы. Впервые в истории у нас есть доступ к талантам, инструментам и технологиям, чтобы ответить на любой значительный вызов. К слову, прокатиться на первой в мире атомной яхте пригласят не только ученых, но и деятелей искусства, а также богатых туристов, которые смогут приобрести билет в необычное путешествие за 3 миллиона долларов. Пункты вакцинации от COVID-19 теперь можно найти на Яндекс.Картах. Российский Минздрав отметил более 4,5 тысяч мест, где сегодня можно привиться. Чтобы найти ближайшие пункты, достаточно ввести ключевой запрос на сервисе Яндекс.Карты. Например, пункт вакцинации. Портал покажет, в каких точках города они действуют и в какое время работают. Также можно проложить маршрут от своего адреса до пункта вакцинации и посмотреть, каким общественным транспортом можно воспользоваться, чтобы добраться до места. Если уже вы идете пешком или едете на личном автомобиле, то можно посмотреть полный видеогид маршрута до нужного адреса. Карта мест вакцинации будет пополняться по мере открытия новых пунктов. На этом сегодня все. Смотрите iNews каждый день на телеканале Татарстан 24 и будете в курсе всего самого интересного. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»